А что касается Тёмы Лебедева, то Тёма Лебедева на глазах становится менее интересным. То есть он проходит в некотором смысле тот же путь, который... Ну не буду я его Михалковым сравнить, ладно. Тёма Лебедева на глазах становится менее интересным, точно так же, как Шнур становится на глазах менее интересным. Снова, да, это примеры людей, которые бы в другой политической среде совершенно иначе бы состоялись и были бы примером гордости, разумеется. Но та череда компромиссов, которые прошёл и Шнур, и которые прошёл Лебедев, оставила от них только обёртку. То есть это буквально каркас того Тёмы Лебедева, который был интересным 20 лет назад. Буквально шелуха того Шнура, который был интересным 20 лет назад. Потому что та позиция контркультурная, позиция протестная, да, протестная не против, не в политическом смысле, да, а против мейнстримной, антимейнстримный протест, который занимал Тёма Лебедев, который был интересен в 2000 году, когда Кремль был ещё не настолько силён, когда действительно можно было спорить с либералами, как с веткой власти в России, когда можно было спорить с либеральным дискурсом, как с доминирующим. Это было интересно в 2000 году, потому что тогда дискурс в России действительно доминировал. Это становится совершенно неинтересно сегодня, потому что с кем спорит Тёма Лебедев? Он спорит с теми, с кем удобно спорить, с теми, кто ему не может ответить, с теми, кто уже находится в абсолютно, за неимением лучшего слова, да, униженном состоянии. Это неинтересно. Неинтересно смотреть, как человек, да, оттаптывается на униженных. Ну, это неинтересно. И всё, что от Тёма Лебедева осталось, это вот этот образ, да, у него там зелёные волосы, вот он такой модный художник, значит, который никому не пытается понравиться, но в итоге-то всё его поведение сводится к тому, чтобы вести себя так, чтобы продолжать нравиться Кремлю. Это вот буквально оно. Да, ему позволены какие-то вещи, которые не позволены многим другим, позволены там цветные волосы иметь, да, и сделать это частью своего образа. Как там шаману позволено ходить в дредах, и никто не задаётся этим, никто не задаётся вопросом, почему он в дредах, потому что он поёт там песню «Я русский», да, которая сейчас стала гимном зетовцев. Окей, да, чуть больше пространства дозволенного, но сейчас настолько очевидно, что именно в пространстве дозволенного Артём Лебедев продолжает говорить и выступать, что флёра вот этого налёта контркультуры, налёта, как бы протестного налёта, который у него был раньше, его просто сдуло полностью, точно так же, как его сдуло со Шнурова. Поэтому нет, Тёма действительно стал неинтересен, потому что он очень талантливый человек, и в другом мире, наверное, выглядел бы иначе. Прошу прощения ещё раз за долгий монолог, хочу ещё одну реплику вставить, да, здесь можно предъявить мне, что вот Михаил Светов тоже любит критиковать либералов и делает это, значит, в условиях, где либеральный дискурс потерял своё доминирование в России. Я, во-первых, занимаюсь политикой, а не троллингом, и более того, я позволяю себе непрерывно самые радикальные, самые протестные, самые опасные позиции, критические по отношению к Кремлю. Там меня невозможно заподозрить в работе на Кремль, потому что любую некомфортную мысль для Кремля я всегда выскажу, если считаю её справедливой, а считаю я справедливыми, да, все эти высказания. Я расскажу и про военные преступления путинской армии, я назову войну войной, я расскажу о коррупции, я освещу расследования коррупционной ФБК, я приглашу к себе на эфир любого иноагента, я всегда освещу преступления полиции силовиков, то есть вот всё вот то, что может накликать проблемы на политика в России, на публичную деятельность в политике, я делаю. Поэтому я имею право критиковать либералов, потому что, во-первых, я считаю либеральный дискурс в глобальном политическом пространстве, доминирующим он им является и опасным, вот в той форме, в том изводе, в котором он существует сегодня, да, экзистенциально опасным, и специально, да, для того, чтобы быть способным его критиковать, я всегда концентрируюсь на преступлениях Кремля в том числе, чтобы меня нельзя было вот замарать тезисами о том, что я отрабатываю кремлевскую повестку. Невозможно отрабатывать кремлевскую повестку, если вы говорите про преступление, которое было совершено в Буче. Невозможно отрабатывать кремлевскую повестку, если вы обращаете, там, внимание на детей Путина, на детей путинской номенклатуры, на то, как они отсиживаются, да, во время мобилизации за границей, о том, как они участвуют в коррупционных схемах. Невозможно этого делать, потому что я не работаю на Кремль. Я работаю с политической информацией как политик и как аналитик в положении, когда я вынужден заниматься информационной повесткой в первую очередь. Тема Лебедев, тема Лебедев, границы допустимого для Темы Лебедева, они сейчас настолько четко очерчены, что на него как будто прожектор наведен. И люди, у которых границы возможного настолько четко очерчены, они, по-моему, неинтересны. Простите за такой длинный мануок. Да, продолжаем.